Как влюбить в себя мужчину? Она вечно названит, вечно написывает. Ей вечно нужно уделять внимание, потому что ей плохо одной. И она убеждена, чтобы мужчину влюбить, нужно быть сексуальной, нужно привлекать его на секс. Как женщина мыслит? На какой она волне? Она на позитивной либо негативной волне? Это не важно. Главное, что у меня красивая душа. На что же обращает внимание нормальный мужчина во взаимодействии с девушкой? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, и я психолог. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно смотрите это видео до конца. Когда женщины могут задавать этот вопрос? Или на каком этапе женщина может быть интересен этот вопрос, как же влюбить в себя мужчину? Первое, это когда мужчина понравился, какой-то появился мужчина на горизонте, и вы думаете, как же его можно заинтересовать. Либо же ваши отношения ухудшаются, либо же ухудшились, и вы думаете, как заново рожать чувства с мужчиной, как заново вызвать в нем некую влюбленность, которую он чувствовал изначально в ваших отношениях. Что такое влюбленность? Это особое приподнятое настроение, особое приподнятое состояние, в котором хочется творить, в котором жизнь кажется намного лучше, чем казалось до этой влюбленности, где есть какое-то вдохновение. Когда мужчина влюбляется в девушку, либо в женщину, на самом деле он влюбляется в кого? Он влюбляется в себя, он влюбляется в свое собственное классное ощущение, в свое ощущение эйфории. И, собственно говоря, девушка, когда влюбляется в мужчину, то же самое. Она вроде бы как влюбляется в другого человека, но на самом деле ей очень нравится и ценно свое собственное состояние. И это нормально, и это хорошо. Так вот, на что же обращает внимание нормальный мужчина во взаимодействии с девушкой? Что же влияет на состояние мужчины во взаимодействии, в общении, в отношениях с женщиной? Первое, на что обращают внимание мужчины, это внешность. И да, встречают по внешности. Женщины при выборе мужчин точно так же в первую очередь обращают внимание на внешность. Да, провожают в итоге по уму, но в первую очередь все мы смотрим на внешность. И знаете, как говорила Коко Шанель, нет женщин некрасивых, есть женщины ленивые. Если женщине за 30 и она некрасива, это говорит только об одном, она ленива. В этом видео я не буду вас учить, что делать со своей внешностью, потому что у вас есть какой-то собственный уникальный типаж. И да, мужчинам нравится, разным мужчинам нравятся разные типажи девушек. Но, пожалуйста, не стоит пренебрегать уходом за собой. Не стоит пренебрегать и думать, что это не важно, главное, что у меня красивая душа. Это не важно. Тот мужчина, который меня узнает поближе, он тогда увидит меня настоящую, а внутри там скрыт просто невероятный ангел. Но не переходите в другую крайность. Есть девушки, которые уделяют внимание только лишь внешности. И они считают, что если я супер красива, если я много постоянно совершенствую свою внешность, значит вот я привлеку или влюблю классного мужчину. Да, я согласен, что внешностью и сексуальностью можно привлечь мужчину. Вопрос, что будет дальше. И только лишь внешностью и сексуальностью мужчина сыт не будет. Если вы смотрите это видео, значит вам не безразлична тема психологии отношений. Именно поэтому я приглашаю вас на абсолютно бесплатный онлайн-курс в формате вебинаров, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению», где мы будем разбирать такие темы. Как перезагрузить непонятные отношения и стоит ли вообще это делать? Как привлекать достойных мужчин в вашу жизнь и сделать правильный выбор? Как создавать по-настоящему счастливые отношения, где 1 плюс 1 равно 11? И чтобы все было классно не только во время конфетно-букетного периода, а столько, сколько вы захотите. Прямо сейчас кликайте по ссылке под этим видео и успейте записаться бесплатно. До встречи! Следующий важный пункт, на что мужчины обращают внимание, это то, как женщина мыслит. Если женщина мыслит негативно, что вот все плохо, что сейчас какое-то тяжелое время, сейчас у меня вот постоянно плохое настроение, я не вижу какого-то света в конце туннеля, мужчины плохие, деньги зарабатывать это сложно. То есть мужчины обращают внимание на то, как женщина мыслит. И это проявляется в мелочах. Она может сама стать инициатором разговора про, например, кризис, либо про какую-то тяжелую ситуацию в стране, либо про какой-то экстренный инцидент, который где-то случился. Понимаете, очевидно, это прозрачно. Как женщина мыслит? На какой она волне? Она на позитивной либо негативной волне? Ее мышление направлено вперед на что-то хорошее и созидающее, либо ее мышление направлено назад, на жалость, чувство вины, все плохо. И от общения с ней, с девушкой, с таким мышлением настроение аж портится. Как-то все темнеет в глазах. И да, возможно, это тоже будет какому мужчине привлекательно. Какой мужчина может влюбиться в такую девушку, который с таким же мышлением? Потому что мужчина, который находится на высоких уровнях вибраций, да, так сказать, ему такая девушка будет неинтересна, и, соответственно, он точно в нее не влюбится. Следующее, что влияет на то, чтобы мужчина влюблялся в девушку, следующее, что влияет на влюбление мужчины, это то, как девушка себя ведет. Как она проявляется? Она, например, излишне самостоятельная. И она гордится тем, что какие достижения у нее на работе, какие достижения в ее бизнесе. Она все сама. Она сама открывает дверь. Она сама нажимает на кнопку лифта. Она сама себе вызывает и оплачивает такси. Она сама даже может оплатить свой счет еще, не дай бог, за мужчину. Да, она надеется только на себя. Она такая конкретная, четкая, волевая. И, то есть, очевидно, видно ее поведение. И как мужчине ему, знаете, нет места возле такой девушки. Он не чувствует себя мужчиной возле нее. Потому что эта девушка ведет себя как мужчина, как мужик, как сильный мужик. Да, возможно, ее жизнь заставила, да, понятно, что нет хорошей жизни она так себя ведет. Но, если женщина так себя ведет, важно понимать, а что чувствует мужчина, общаясь с такой девушкой, которая не дает ему пространства для того, чтобы он проявлялся по-мужски. И я понимаю, вы можете возразить и сказать, ну, Ярослав, ну, такая есть мужчина, которые не проявляются и не хотят проявляться. Но это уже другой вопрос. Но если вокруг вас нет таких мужчин, это тоже вопрос к вам. А как так складывается? А что слабые мужчины находят в вас, ну, если вокруг вас такие, то что они находят привлекательно в вас, как в женщине? Либо же другой вариант, это когда женщина не то, чтобы сильная самостоятельно, а чересчур заботливая, чересчур растворяется в мужчине. Она вечно названивает, вечно написывает. Ей вечно нужно уделять внимание, потому что ей плохо одной. То есть мужчина каким себя чувствует? Он понимает, что ему либо нужно папой стать для этой маленькой девочки и постоянно уделять ей внимание. То есть, да, может быть, вначале ему интересно с этой девушкой, но потом ему становится тесно с ней. И он как бы говорит, слушай, я как-то не готов к отношениям, или слушай, давай сделаем перерыв, давай сделаем паузу. И поэтому этот пункт поведения – это то, что влияет на то, как мужчина влюбляется, либо не влюбляется в вас, как женщину. А что же хотели бы видеть нормальные мужчины в поведении? Это женственность, это женское поведение, это женщина, которая понимает, что я женщина, передо мной мужчина, в чем наши различия, что такое мужественность, что такое женственность, А в чем моя женская ценность? А в чем мужская ценность? А в чем ценность, когда мужчина и женщина вместе? Да, в этом видео мы не сможем раскрыть это максимально подробно. Это тема отдельного курса. Можете записаться на бесплатный курс «Мужчина. Честная инструкция по применению». Там мы это подробно разбираем. Ссылка под этим видео. Но глобально задайте себе вопрос. А я веду себя как то? И задайте себе вопрос. А на сколько процентов я себя ощущаю мужчиной, на сколько женщиной? И первое, что приходит в голову. 50 на 50. Либо я на 90% мужик, а на 10% женщина. Просто ответьте себе, какое у вас соотношение. И поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Мне будет интересно услышать ваши ответы. Либо у вас другая крайность. Вы проявляетесь как мама, чересчур заботливая, которая дает все себя, которая жертвует собой. Задайте себе вопрос тоже. А на сколько я мама, на сколько я женщина? На сколько процентов я мама, на сколько женщина? Либо еще какое поведение может быть? Это когда женщина провоцирует на сексуальность. Она чересчур сексуальна. И она убеждена, чтобы мужчину влюбить, нужно быть сексуальной. Нужно привлекать его на секс. Тогда часто девушки сталкиваются с какой проблемой? Что почему он хочет от меня только секса? Или как эти интимные отношения перевести в более серьезные отношения? Но поймите, пожалуйста, если вы вели себя как сексуальная тигрица, и мужчина на это привлекся, то, соответственно, ему нравилось это поведение. Но это не про влюбленность. Это про сексуальное влечение, про сексуальную увлеченность. И да, как я уже говорил, лишь внешностью и сексуальностью можно мужчину очень заинтересовать. Но послушайте, внешностью и сексуальностью мужчина сыт не будет. Мужчине важна женщина. И даже если он вначале влюбляется в самостоятельную независимую женщину, пока есть вот эта влюбленность, будет все хорошо. Но рано или поздно сыграют его потребности чувствовать себя мужчиной. Я, кстати, отдельное видео у меня есть на тему сериала «Почему женщины убивают». Я там рассказываю про типаж мужчины, который жил с сильной женщиной. И он на что жаловался? Он говорил, да, ты сильная, но, блин, мне хоть иногда хочется чувствовать себя мужчиной. Понимаете? Даже мужчина, который выбрал сильную женщину и согласился быть слабым, он все равно, у него есть потребность чувствовать себя мужчиной. И это природная потребность. И следующий пункт – это женственность. Это то, во что влюбляется мужчина. И это, можно сказать, синонимы твое состояние. Какая ты? Уставшая, злая, недоверяющая, презирающая, может быть, мужчина. Либо довольная, легкая, уверенная в себе, понимающая свою ценность. И то есть, я смотрю на твое состояние, я вижу женщину, которая транслирует, транслирует состояние позитива, уверенности в себе, легкости. У которой нет перекосов в плане «она не ненавидит мужчин» или «она не ненавидит слабых мужчин». И тоже нет перекоса не в смысле «она доверяет всем мужчинам». Ей нравятся все мужчины, потому что она всех мужчин считает богами. Нет. Она разбирается в мужчинах, и при этом она выбирает, с кем ей хочется общаться и с кем не хочется. И если перед ней мужчина может быть не очень достойный, это не повод его не уважать или презирать. Но при этом у нее есть выбор, общаться с таким мужчиной или нет. Но эта женщина транслирует легкость, довольность, уверенность в себе, не заниженную и не завышенную самооценку, а абсолютно нормальную самооценку. Которая не спешит замуж срочно, ей не нужно замуж. Но которая при этом тоже знает, чего она хочет от мужчин. У нее есть понимание, чего она хочет от мужчин. Чего она хочет от себя. Какие у нее цели в жизни. Опять же, напишите в комментариях, как вы думаете, много ли таких женщин. Много ли таких женщин вы видите вокруг себя, на улицах, может быть где-то на работе, может быть в каких-то других местах. И понятно, что таких женщин не более чем, условно, несколько процентов. И хороших мужчин тоже не более такого процента. Но вопрос в том, к чему вы стремитесь. Не надо быть идеальными, не нужно быть совершенными. Вопрос в том, чего вы хотите, к чему вы стремитесь. И какую работу прямо сейчас вы делаете над собой, чтобы получать в жизни то, чего вы хотите. И если вы задаетесь вопросом, как делать так, чтобы мужчина влюбился, возможно, муж, чтобы заново влюбился. Либо же, чтобы мужчины привлекались, влюблялись и видели вас, женщину, более достойные. Тогда я считаю, что вам нужно следовать, учитывать те рекомендации, которые я дал в этом видео. Понятно, что мужчину можно влюбить манипуляциями. Понятно, что мужчина может влюбиться вообще сам по себе, и ты ничего для этого не делала. Но если ты не умеешь влиять на влюбленность мужчины, тогда его любовь и уйдет в никуда. Как пришла, так и ушла. Только после того, как она уйдет, окажется внутри боль, обида и пустота. Говоря о пункте поведения. Какую я хочу вам дать рекомендацию, что вы можете попробовать делать, начиная с сегодняшнего дня, по отношению к мужчинам в вашей жизни. Первое, попробуйте делать ему комплимент мужчине. Я считаю, что самый лучший комплимент звучит так. Ты мужественный мужчина. Я вижу в тебе мужчину. Я вижу в тебе мужественную мужчину. Я считаю, что это номер один комплимент для мужчины. И большинство мужчин этого не слышали и не услышат никогда в жизни. Не ты мой любимый, не ты мой хороший, не ты мой котик, а я вижу в тебе мужчину. Ты мужественный мужчина. И дайте себе задание. Например, на ближайшие 20 дней, 10 дней, 7 дней с мужчинами, которые вы пересекаетесь, делать такие комплименты, говорить такое слово. Просто ради эксперимента. А что, если я так поделаю или поставлю себе сдачу, сделать 30 мужчинам такой комплимент? Понятно, что если вы замужем в отношениях, вашему мужчине, наверное, не очень это понравится. Поэтому, если вы замужем в отношениях, тогда пробуйте вашему мужчине это делать, мужчинам, родственникам. Ну, чтобы ваш мужчина не счел за то, что вы ему изменяете, либо его предаете, когда вы восхищаетесь другими мужчинами. И второе, попробуйте тоже поставить себе задачу быть благодарной и выражать искреннюю благодарность. И представьте, что вы это делаете от сердца. Не из мозга, спасибо большое, спасибо, а от сердца. Представьте, как тепло идет от сердца. И даже за мелочь мужчина, может быть, подал руку. Поблагодарите за это. Мужчина, может быть, дал какой-то совет, даже который вы не просили. И у него было намерение что-то вам помочь. Поблагодарите за это искренне от души. Тем более, когда мужчина сделал что-то хорошее, какой-то поступок, может быть, какой-то подарок. Может быть, это муж, может быть, это сын, может быть, это отец, родственник. Сделайте это от сердца. Но важно, делайте это не для того, чтобы не из позиции заслуживания любви. Делайте это не для мужчины. Делайте комплимент мужчине не для него. Делайте благодарность мужчине не для него. Делайте это для себя. Делайте это не для того, чтобы заслужить его любовь, благосклонность или для того, чтобы его улучшить. улучшить, я сейчас буду делать комплименты мужу, чтобы он стал лучше, я его хочу отрихтовать, вот так не нужно. Я делаю комплимент просто так, вот, на, держи комплимент, ты красивая, ты красивая, вот, как женщина, ты красивая. Я комплимент делаю, я не ожидаю ничего взамен, но когда я говорю, ты красивая, теперь я думаю, так, она мне за это теперь сейчас что-то должна, это не совсем комплимент, поэтому комплимент это когда бескорыстно, ты мужичный мужчина, я вижу вас мужчину, и не ожидаю ничего взамен, благодарность тоже самое. Просто попробуйте. И проблема в том, что многие из вас просто посмотрят видео и не сделают даже этого. Но те из вас, кто сделают, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Такой некий челлендж на ближайшие, давайте, 7 дней. Если для вас важно более подробно разобраться в теме, как влюблять в себя мужчину, как создавать классные отношения, как перезагрузить непонятные отношения, тогда прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь на бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению без драм и манипуляций». Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео. Пока!